Учат в школе, учат в школе. Номер 42, только лучший из лучших. За подрастающее поколение можно не переживать, ведь азы школьной программы им преподает учитель года 2020. Полина Андрианова учит школьников одновременно сложным, но таким важным предметом – иностранным языкам. Работает педагог по призванию, а в свободное время предпочитает сама изучать что-то новое. Именно любознательность и любовь к своему делу помогли Полине Николаевне победить в региональном этапе конкурса «Учитель года». Это то, чем я хочу заниматься, потому что я понимаю, что я могу очень много дать детям, отдавать часть себя, делиться своим предметом, делиться чем-то новым. И я поняла, что я люблю детей, ведь учителем может работать только тот человек, который действительно любит детей. На уроках у Полины Игоревны царит атмосфера полного взаимопонимания. И нет никаких языковых барьеров. Дети уверенно общаются с преподавателем на самые разные темы. Мне очень нравится изучать иностранный язык, потому что мы попадаем в эту страну определенную, в Англию, во Францию. И изучаем все ее традиции, обычаи и, соответственно, язык. Но в жизни нужно быть не только умным, но и воспитанным. И речь идет не о застольном этикете, а о дошкольном образовании. К поступлению в первый класс малышей города Михайловска готовит «Воспитатель года». В самом разгаре урок музыки в детском саду номер 17. Наталья Бахта приобщает малышей к прекрасному. Но не так просто привить любовь к искусству маленькому ребенку. Однако для Натальи Федоровны нет ничего невозможного. Мне было интересно проверить свой опыт, свое умение именно на детях, которые видят меня в первый раз. Могу ли я до них так же достучаться, как до детей, которых я беру с младшей группы и веду дальше до подготовительной группы. Также они откликнутся на меня, донесу ли я до них новые знания. Будет ли им интересно на моем занятии, и уйдут ли они с этого занятия воодушевленные. На занятиях у педагога дети играют на инструментах, танцуют и поют. В общем, каждый малыш находит что-то интересное для себя. Дети ждут уроки с нетерпением. Сейчас Полина Андреянова и Наталья Бахта готовятся представлять наш край на всероссийском этапе конкурса. А желают лучшим педагогам удачи Ярослав Лапин и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok